Здравствуйте, друзья! С вами преподаватель по школьным предметам Елена Владимировна. И сегодня мы разбираем задание от дистанционного управления. Это проверочная работа по теме деления многозначного числа на двузначное число для 4-го класса. Друзья мои, там хитрые примерчики. Давайте их разберем. Конечно, можно по калькулятору, но ребята 4-го класса должны уметь это делать в столбик. Потом все равно им придется это учить. Давайте разбираться. Смотрите, как делить в столбик. 16 брать не можем, потому что 18 больше. Берем 162. Затем берете и подбираете в столбик, на что надо умножить 18, чтобы получилось что-нибудь близкое к 162. Я вот чувствую девятку. 8 и 9, 70, 2. 2 пишем, 7 запоминаем. 1 на 9, получается 9, плюс 7, 16. Вычитаем. Смотрите, 0 получается. Сносим пятерку. Пятерка не делится на 18 никак. Она меньше, чем 18. Придется 0 ставить. Сносим четверку. В 54-ке сидит 3 18-ки. Помножаем на 3. 3 жду 8, 24. 4 пишем, 2 запоминаем. 3 на 1, 3 плюс 2, 5. Вычитаем. Опять 0 получается. Единичка прилетает. Единичка меньше, чем 18. Придется опять 0 ставить. И теперь берем восьмерку. И, пожалуйста, получилось все хорошо. 1 берем, 18, вычитаем, 0 ставим. Там вопрос такой. Сколькизначное это число? Раз, два, три, четыре, пять. Пятизначное это число. Берем следующий пример. Друзья, результат деления нужно записать в ответе. Давайте делить. Восьмерку не можем брать, маловато. 88 можем брать. Берем. 88 делить на 44. Конечно, 2. 2х4 – 8. 2х4 – 8. Та же история, что в первом примере. Здесь 0 получился. У нас есть только один ход. Восьмерку можем снести. Но восьмерке нам явно недостаточно. 44 больше, чем 8. Придется ставить 0 и пользоваться следующей девяткой. Имеем право. Снова 2. 2х4 – 8. 2х4 – 8. Опять 0 получился. Опять прилетает одна восьмерка. Наш один законный ход. Больше не можем взять. Просто так восьмерку придется нолик ставить. Снова теперь берем эту восьмерку и двоечку. Потому что опять 88. Вот такой вот ответ. Не забывайте про то, что можно сносить только одну цифру. Если вам потребуется вторая, вы обязаны ставить ноль. Следующий пример. В третьем номере тоже нужно записать все шаги деления. Давайте делить. 24 брать не можем, потому что маловато. А 243 в самый раз будет. Сколько восьмидесяти однушек сидит в 243? Друзья, 3 штуки там сидит. 3х1 – 3. Трижды 8 – 24. 0. И тут слетает нолик. А мы его просто-напросто добавляем вот сюда. Все, решили. Пример не о чем говорить. Вот такой пример. Друзья, приступаем к делению. Берем 52 целиком. Сколько тринадцаток сидит в 52-шке? 4 штуки там сидит. Трижды 4 – 12. 2 пишем, 1 запоминаем. 1 на 4 – 4 плюс 1 – 5. При вычитании получается ноль. Прилетает законный нолик. Наш ход. Мы его можем делать. Но ноль нам никак не поможет. Поэтому здесь поставим ноль. Прилетает трешка. Но и трешка нам никак не поможет, потому что 3 меньше, чем 13. Снова ноль. А вот теперь прилетает девятка. С ней все получится. Это 3 будет. Трижды 3 – 9. 3 на 1 – 3. 39 минус 39 – просто ноль. А записать нужно будет вот что. Это краткая форма записи. В первом окошке вы пишете вот это. 52. В следующем окошке пишете 39. И снова 39. Это называется краткая форма записи. И ответ, если там нужно написать, не помню, то и ответ запишите. Друзья, разбиваем пример на два действия. Конечно, первое в скобках. Конечно, второе, что осталось. Первое действие выписываем. Давайте мы с вами четвероклассники. Давайте в столбик делать. 9 минус 1 – 8. 9 минус 3 – 6. 4 минус 4 – 0. Не напишем. Второе действие. Смотрите, 50 не можем брать. Маловато здесь 68, поэтому 503 придется брать. Сколько 68 прячется в 503? Я чувствую, что 7 прячется. А кто не чувствует, на листочке надо брать 68 и умножать на 2. Маловато на 3. Маловато на 5. И так далее. Пристреливайтесь и обстреливайте сами. Столбик умножением. Ваше искомое число. Поехали. Умножаем. 7 и 8 – 56. 6 пишем. 5 запоминаем. 6 и 7 – 42. Плюс 5 – 47. Из 3 в 6 вычитать не можем. Занимаем у нуля. У нуля ничего не занимается. Девяточку написать надо. У пятерки единичку забираем. Из 13 – 6. 7. Из девятки 7 – 2. Тут 0 не напишем. Тройка пролетает. Сколько в 270 трешке сидит 68? Чувствую, 4 сидит. 8 и 4 – 32. 2 пишем, 3 запоминаем. 6 и 4 – 24 плюс 3. 27. Из 3-х 2 будет 1. Пролетает троечка. Смотрите, 13 не делится на 68. Один законный наш ход, который нам разрешено делать, не помог. Придется 0 ставить. А вот теперь шестерка пролетает. А здесь все ясно. Здесь двоечка. Дважды 8 – 16. 6 пишем, один запоминаем. Дважды 6 – 12 плюс 1 – 13. Все записываем в это дистанционное обучение от Я-класса. И какие вопросы, какие трудные темы, какие, может быть, трудные тесты, присылайте. Друзья, все попробую помочь. Выложу видео, все объясню, все подробно расскажу. С вами была преподаватель по школьным предметам Елена Владимировна. Удачи вам на контрольных экзаменах и в дистанционном обучении, конечно. Ни пуха, ни пера.